Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогой наш казахстанский автолюбитель! С вами программа ProAuto. В сегодняшнем выпуске нашей программы мы расскажем вам о корейском седане, который был выпущен в 2013 году. Kia Cerato третьего поколения. Чем же удивляют нас корейские автопроизводители? Об этом вы узнаете в нашей программе, об особенностях двигателя, кузовной части, подвесной системы и прочих технических характеристиках автомобиля. Ай да, корейцы дают модный автомобиль. Ford Focus, Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, все эти автомобили являются потенциальными, скажем так, конкурентами сиратушки. Знаете, за что мы выкладываем 3,5 миллиона фенге? Ну, конечно же, за ее новизну. Ей отроду 5 лет. То есть здесь еще хотелось бы сказать огромное спасибо, скажем так, дизайнеру, создателю эстетической части, кузовной части данного автомобиля. Питеру Шрайеру, которого корейские производители, руководители как-то вот выманили из автоконцерна Audi. Сейчас хочу я обратить ваше внимание на эти фары. Посмотрите, какие они большие, практически полметра, такие обтекаемые, модные, скажем так, на сегодняшний день. Действительно, эти фары придают блеск и красоту данному автомобилю. Также здесь стоит штатный ксенон, противотуманки, дневные ходовые огни. Также я вот сейчас смотрю на решетку радиатора, и она мне напоминает летучую мышь, которая расправила свои крылья. И посмотрим багажное отделение. Оно открывается с салона, там есть специальная кнопочка. Ну, вот такое вот багажное отделение имеет Kie Serato. Вымещаемость ее составляет 382 литра. Не сильно большой, не сильно маленький. В принципе, для седана пойдет. Рейцы основательно поработали над интерьером. Что же у нас имеется в салоне? У нас в салоне есть регулировка фар, интенсивность подсветки. То есть под рулем, скажем так, водителя. Подогрев руля, это очень актуально в зимнее время года. Панель у нас из псевдокарбона со строчкой, вот с такими двумя линиями. Местами она, конечно, твердая, а местами мягкая. Мультируль, на нем очень много кнопочек. Вы можете именно отсюда регулировать звук магнитофона, как вам удобно. Также можете переключать радио. Здесь вот имеются две кнопочки. Здесь встроен штатный телефон, также вы можете, то есть блютуз. Блютуз, установлен блютуз, и вы можете принимать именно звонки вот отсюда. Также что здесь можно отметить? Есть круиз-контроль. Коробка пятиступенчатая. Установлен типтроник. Есть с двух сторон подогрев сидения. Они работают именно вот в трех режимах. Имеется кармашек. Здесь у нас USB, AX, климат-контроль. Кстати, раздельный для пассажиров и с водительской части. Здесь имеется бардачок. Машина сама по себе объемная и напоминает Hyundai Elantra. Под капотом Serato имеет двигатель объемом в 1,6. Также есть двухлитровые двигатели. Здесь у нас 130 лошадиных сил. Вы думаете, я сейчас буду рассказывать вам все подробности и детали? Нет, друзья, я вам оставил это на десерт. Сейчас мы проедем в станцию технического обслуживания, где нас ждут механики, которые расскажут все подробности и особенности данного мотора. Здорово, Адин. Добрый день. Так, у нас сегодня на обзоре Kia Serato 2013 года с 5-летним стажем эксплуатации. Расскажите сейчас поподробнее о моторе. Здесь имеется 1,6. Что он из себя представляет? Обычный рядный мотор, 4-цилиндровый, 16-клапанный. В принципе, он себя зарекомендовал хорошо. То есть устанавливается данный тип моторов на многих машинах. Это Hyundai, Kia. Исполнение у него 3 объема. То есть 1,4, 1,6, 2 литра. На каждый цилиндр идет своя катушка зажигания. То есть, в принципе, мотор хороший. В том плане, что все доступно. Все запчасти есть в наличии. Ничто заказывать не нужно. То есть часто люди обращаются, как бы слабые места у этих моторов. То, что маленький объем. Как вот и на этом моторе сейчас чувствуется вибрация, да? Да, есть. Немножко мотор подтраивает. Это сразу надо менять свечки, чистить топливную систему. То есть уверен, что сейчас на машине уже пробег за 100 тысяч. Да. То есть по работе мотора слышно. То есть вот это вот цоканье по мотору – это нормальное явление. То есть это работают так форсунки. А то, что касается вибрации и чуть-чуть пропадает динамика машины – это все из-за топливной системы. То есть необходимо произвести чистку топливной системы. Также почистить дроссельную заслонку. То есть это тоже частая проблема. Люди приезжают с тем, что у них плавают обороты. Нестабильно работает мотор. Чистишь дроссельную заслонку, делаешь адаптацию – все, проблемы ушли. То есть нужно уже обращать свое внимание после 100 тысяч километров, да? Конечно. Ну, не только и до 100 тысяч с этими же проблемами переезжают. То есть в принципе запчасти, они недорогие на машину. Поэтому я вообще рекомендую где-то каждые 40 тысяч менять свечи зажиганами. С завода, когда машина выходит, то есть с конвера, можно в первый раз 60 тысяч поменять. Следующая замена уже в 100 тысяч. И каждые 40 тысяч производится замена именно свечек. Топливную систему, как бы рекламе до такого нет. Вообще топливная система чистится раз в 100 тысяч, но при условии, что некачественный бензин, может такое быть, что одна заправка может навредить мотору. То есть, ну, именно топливная система. Поэтому это все нужно делать регулярно. Ну, вот сейчас мы, ты видишь, выявил проблему, да, этого мотора, в чем оно заключается. Теперь следующее. Расскажи вообще, сколько будет стоить вообще замена? Замена чего? Скажем, или чистка форсунок. Чистка форсунок на этой модельке, ну, вместе с взрослой заслонкой в районе 20 тысяч. Замена свечей зажигания 2000 тенге. То есть, сейчас много водителей, которые частично обслуживают автомобили сами. Поэтому тут свечки менять довольно просто. Болтики откручиваются на 6, где 10-я головка. И все, и вытаскивается там обычная свечка. То есть, ничего сложного нету, дополнительных разборов никаких производить не надо. То есть, она красивая, но она просто не создана для больших скоростей. Она не создана для трасс. То есть, это как бы ее такой недостаток. Но я думаю, что для города этой машины вполне хватает. И даже съездить, не все же люди гоняют, то есть, там, с города в город постоянно ездить и на больших скоростях. Снимем машину, посмотрим. Давай тогда подними, и мы посмотрим, да? Хорошо. И что бежит. Ну, давай теперь, Дим, разберемся, что тут у нас в подвесной системе, в ходовке. Ну и что здесь, капает ли, если подчетки? Подвеска, на самом деле, очень проста. То есть, в простонародье называют велосипед. То есть, ничего сложного нет. Одна шаровая опора, два саленблока. Все, амортизатор, стойки, стабилизатор, втулки. Ничего нету больше. Здесь видно, то есть, уже со временем стал пропускать немного малый поддон двигателя. То есть, тоже это не критично. При замене масла снимается поддон, чистится старый герметик и переклеивается на новый. То есть, ну, цена вопроса в районе, там, 8 тысяч тенге. То есть, это я не считаю, что это проблема. Также здесь вот по передней части видно немного антифриз и задняя часть антифриз. То есть, это тройник печки. Ага. То есть, это тоже такая, как бы, не шибко прям глобальная проблема. Тоже все меняется. Маличи и все есть. То есть, это просто издержки времени. В районе сколько тенге будет стоить? Ну, где-то в районе, наверное, 1015. Сам тройник стоит, где-то в районе 8-9 тысяч. И плюс сработа. Ну, также долить там антифриз. Ну, это плюс-минус, там, 2-3 тысячи тенге. А так, в общем, в принципе, входовая часть простая, да? Да, очень проста. Поэтому она и надежна. В простоте надежность. Ну, давай теперь, Дима, перейдем в заднюю часть. Здесь аналогично передняя, да? Все просто. Еще проще. Еще проще. Балка. Балка. На балке 2 сайлентблока, 2 макетизатора. Все. И пружина. Больше ничего нет. То есть, а эти вещи при езде не усугубляют какую-то ситуацию? То есть, она от этого не становится жестче, скажем? Нет, жестче не становится. Просто, как бы, независимо от подвеска, она ценится больше. Потому что это комфорт. Ну, если взять то, что эта машина даже не Е-класс даже, то, в принципе, если разделить по ценовой политике, я думаю, что цена соответствует этой машине. То есть, в обслуживании она очень проста, и выбор деталей для нее очень велик. То есть, начиная от дешевых, заканчивая дорогих, оригинальных. Пружины где-то в районе по 10 тысяч пружина. Амортизатор также 10-12 тысяч. 14. Сайлентблок вот этот вот задний большой. То есть, он стоит в районе 8 тысяч. То есть, в принципе, это дешево. То есть, одна сторона, чтобы заменить одну сторону, потребуется 30 тысяч. Ну, и с работой там. Тысяч 10. Тысяч 10. Это вот 40-40. 80 тысяч, да? Ну, задняя часть. Ну, нормально, в принципе? Адекватно? Это адекватно, конечно. Ну, вот вообще, теперь, если сейчас мы подытожим программу, на сколько баллов ты оцениваешь в общем автомобиль Kia Cerato 2013? Ну, тут тоже можно разделить. Если брать по комфорту, то, я думаю, троечка. Может быть, четверочка. А если в плане обслуживания, то, я думаю, 9 баллов. То есть, для механика хорошо. То есть, чинить все, ремонтировать. Все доступно. Проблем никаких нет. Но в плане езды, то есть, есть такие моменты, которые, если сравнивать ее, начать сравнивать, все познается в сравнении. Начать сравнивать с какими-то машинами, более, может быть, дорогими, то, соответственно, машина проигрывает и проигрывает намного. Ну, все, Дима, спасибо тебе. Давай, увидимся в следующий раз. Спасибо тебе за твои советы, за разбор полетов. В сегодняшних реалиях каждый из нас ищет в автомобилях практичность, экономичность и, конечно же, надежность. Каждому свое. Кто-то любит Тойоту, кто-то BMW, кто-то Mercedes, кто-то Kia. Если хочешь роскошь, плати. Если хочешь комфорт, тоже плати. Самое главное, я скажу, друзья, будьте бдительны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения. Сегодня у нас на обзоре была Kia Cerato 2013 года. Увидимся на следующей неделе. Ассалам алейкум. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok